Жизнь любого человека однажды может измениться до неузнаваемости. И если тебе кажется, что ты понял правила игры, что ж, лучше не спешить с водами. Приготовься, мы начинаем игру! Совсем недавно Дженни жила своей обычной жизнью, пока однажды не решилась позвонить по номеру с загадочной визитки. Тогда-то всё и началось. Вот она у себя дома, а вот Дженни совершенно неожиданно оказалась в незнакомом месте. Единственное, о чём она думала, так это о том, чтобы ты подписался и поставил лайк под видео. Так вот, недолго думая, она согласилась сыграть. Перевернуть конверт оказалось не такой уж простой задачей. Но спустя кучу проигранных раундов, ей всё же удалось победить незнакомца. Так Дженни узнала, что попала в колледж. Не совсем обычный, но очень престижный. Раньше она и подумать не могла, что когда-нибудь сможет учиться в таком. Вот только чтобы остаться на учёбе, ей предстояло ещё множество испытаний. Всё было очень странно, но всё же Дженни решила рискнуть, подписав контракт. Всем присутствующим объяснили правила. Побеждали те студенты, которые выполняли задания на отлично. Двоечников же ждало поражения. Но самое главное — это то, что победитель получил бы не только место в колледже, но ещё весьма престижную стипендию. Где-то Дженни такое уже видела. Ничем хорошим это не закончилось. Однако сдаваться она не собиралась. Всё, что ей оставалось, — это надеяться на удачу, а ещё постараться найти себе союзников. Всё прямо как в том сериале, который она недавно смотрела. Возможно, директор мог внести ясность в происходящее. Однако новый друг Дженни остановил её. Всё было немного не так, как казалось Дженни. Играть предстояло по-настоящему. Спустя некоторое время студентов собрали вместе. Им предстояло пройти их первое испытание, которым стал самый настоящий тест. Те, кто с ним справятся, пройдут в следующий тур. Дженни не испугалась какого-то там экзамена. Она очень часто списывала. Вот только в этот раз всё было чуточку сложнее. Списывать приходилось аккуратно и в конкретные промежутки времени, когда училка не смотрит. Фух, пронесло. Главное — не двигаться. Пока остальные студенты отдыхали, Дженни не могла думать ни о чём другом, кроме как о том, каким упрометчивым решением было пить большое количество сока накануне. По правилам покидать класс было запрещено, но для Дженни сделали исключение. В конце концов, дело было очень важным. По крайней мере, Дженни заставила всех так думать. На деле же это был хитрый план, чтобы разведать обстановку в колледже. Всё происходящее было странным, и оставлять всё как есть было попросту нельзя. Пробравшись в вентиляцию колледжа, Дженни наткнулась на кое-что странное. В столовой один из надзирателей что-то усердно готовил. Как показалось Дженни, это мог быть обед одного из надсмотрщиков. Блюдо загадочного типа было такое сладкое, что просто напрашивалось на добрую порцию соли. Кто-то они удивятся, когда блюдо будет совершенно несъедобным. Неужели Ник начал что-то подозревать? Спешно вернувшись в класс, Дженни обнаружила, что успела как раз вовремя к началу второго испытания. Этим испытанием стали загадочные коробочки, открыв которые, студенты обнаружили какие-то похожие на печенье штуковины. Целью этого испытания было вынуть из формы фигуры, которые были заточены в них. Задание было очень непростым. Не успел экзамен начаться, как были те, кто успел его провалить. Вспомнив сериал, который Дженни смотрела, она решила воспользоваться лайфхаком оттуда. Однако что-то пошло не так. Карамельки были очень солеными. А еще ими легко можно было подавиться. Но, несмотря на все, пройти испытание Дженни удалось. Впрочем, ее друг Ник также справился с заданием довольно быстро. Но испытания были не только в классе. Буквально все в колледже было настоящим испытанием. Особенно ходьба по помытому полу. Проводил это испытание лично уборщик колледжа. Пройти по коридору нужно было так, чтобы он не заметил, что ты наследил. Иначе был риск того, что тебя могли заставить мыть коридор. Дженни тогда чуть не попалась. Мало того, что она бы с треском вылетела из колледжа, так ей бы еще пришлось работать уборщиком. Извилистые коридоры колледжа привели студентов в спортзал, где все уже было готово к следующему испытанию. Студентам предстояло показать свою силу в перетягивании каната. И, к счастью для Дженни, она выбрала отличного союзника. Кажется, он знал, что делать. Хотя у команды соперников тоже был план. Он заключался в том, что если выиграть честно не выйдет, они будут жульничать. План был хорош, только соперники и не подозревали, насколько сильно Дженни чихает. Ударной волной их снесло назад, и они проиграли уже второе испытание. Дженни и Ник уверенно вырывались вперед. Первый в класс после последнего испытания вернулась наша Дженни, и она была бы не собой, если бы не выкинула бы глупость. Заметив, что вся доска исписана, она решила очистить ее, даже не подумав о том, что в загадочных рисунках могла крыться подсказка о грядущих испытаниях. Но когда остальные заметили странные рисунки, было уже слишком поздно. Теперь студенты не знали, что их ждет. А ждало их самое страшное и, наверное, самое сложное из всех испытаний — тест по математике. К нему уж точно никто из присутствующих не был готов. Поэтому все сразу вспомнили о контракте, одним из пунктов которого было право на отказ от испытания, если большинство игроков проголосуют против. Сомнений, что все проголосуют против теста не было. Правда, и среди студентов нашелся тот, кто с радостью бы его написал. Впрочем, голос Ника уже не играл никакой роли. Думаете, расхаживать в масках круто? Как бы не так. Этих ребят в костюмах можно только пожалеть. Эти черные маски совершенно непрактичны. К тому же начальник не разрешает их снимать. Бедовадам то и дело приходится нарушать правила, рискуя остаться без работы. Но правило есть правило. Раз уж они подписали контракт, нужно ему следовать. Этому парню несказанно повезло, в этот раз его не уволят. Но в будущем снять маску будет куда сложнее. Тем временем в колледже время обеда. Каждый студент получил по ланчбоксу, внутри которого была не только еда, чтобы набраться сил, но и, судя по всему, подсказка. У каждого студента было по слову из соуса. Надпись гласила, что следующим экзаменом станет ланчбокс Дженни должен был поставить точку. Кажется, она только что съела подсказку. Не будь она голодна, возможно, ребята бы узнали, что следующим экзаменом была странная игра со стеклянными шариками. Что с ними делать было совершенно неясно. Но, как оказалось, смысл был в том, чтобы заблочить шарики противника. Совершенно случайно это выяснила одна из студенток. Ник предложил Дженни сыграть в игру, правила которой заключались в том, чтобы угадать, в какой руке противник держит шарик. Дженни с легкостью находила шарики Ника, и он был без понятия, как у нее это получается. А все было очень просто. Еще одно испытание началось весьма необычно. Сначала игрокам нужно было выбрать номер и только потом понять, что номер — не что иное, как порядок, под которым игроки должны были пройти полосу препятствий. Каждая плитка таила под собой либо хорошую, либо плохую оценку. К счастью, у Дженни был позырь в рукаве. Она совершенно случайно прихватила шарик с прошлого испытания, который помог выяснить, где располагалась какая оценка. Ник и Дженни вновь смогли пройти испытание и лишь укрепили свой статус победителей. Но впереди ждал финальный раунд. Все было в точности, как в том сериале. Даже инструкция к финальному раунду была на корейском. Кто бы мог подумать, что организатор всех этих игр оказался настолько большим фанатом сериала. Подготовка была просто отличной. Но как играть в последний раунд было совершенно неясно. Оставалось лишь одно «нет, не глупо танцевать», а идти за разъяснениями к директору. Быть может, этот человек сможет объяснить, зачем делать вступительные экзамены в колледж настолько запутанными. И Дженни ждала неожиданность. Директором оказался тот самый Ник, который притворялся одним из учеников. Он объяснил, что когда был студентом, ему всегда хотелось иметь друзей, чтобы можно было с кем-то поиграть. Однако все его попытки наладить коммуникацию оборачивались полным провалом. То и дело, другие студенты смеялись с него. Именно тогда он придумал проводить вступительные экзамены в форме детских игр, чтобы в его колледже не было одиноких людей и тех, кто брезгует оставаться детьми, несмотря на возраст. Дженни согласилась стать директору-другом. И к тому же выиграла стипендию и право учиться в крутом колледже на теплых островах. А вот Кайли попыталась уйти и была поражена. А ты хотел бы пройти такие вступительные экзамены? Напиши ответ в комментариях, а заодно расскажи нам, как тебе ролик. Не забудь проверить наши прошлые видео. Вдруг ты пропустил что-то интересное? Увидимся совсем скоро на Трум-трум-трик.